РАДИОУНИВЕРСИТЕТ В ПЕРИОД ПОСЛЕ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН, КОГДА МОГУЩЕСТВА РОССИИ ДОСТИГЛО СВОЕГО СИНИТА. В прошлой серии мы говорили об окончании фактически эпохи Александра I, мы говорили о дипломатической революции, ключевую роль в которой сыграла героиня нашего сериала, графиня, княгиня Дарья Христофоровна Ливин. Мы рассказывали о её близкой дружбе с британским дипломатом Каннингом. Но мы вот этот узел взаимоотношений России и Британии, мы его лишь обозначили. Когда мы сейчас думаем о взаимоотношениях России и англосаксонского мира, когда мы говорим о том, что обвинения, которые в англосаксонской прессе постоянно сыпятся на нашу страну, на наш народ, в том, что мы какими-то интригами назначаем президентов Соединённых Штатов Америки, вмешиваемся в выборы политиков в Европе, мы понимаем, что мы имеем дело, возможно, с родовой травмой, которая была нанесена британскому эстеблишменту фактически сразу после наполеоновских войн. Потому что сейчас в этой серии, в этом выпуске мы будем говорить о том, как российская дипломатия на самом деле влияла на расстановку министров в Британском кабинете, на назначение премьер-министров, и когда могущество российской дипломатии и вообще России было в Зените. Сегодня у нас в гостях наш добрый друг, эксперт, доктор исторических наук, профессор МПГУ Наталья Петровна Танчина. Здравствуйте, Наталья Петровна. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, дорогие радиослушатели. Наталья Петровна, Россия фактически, в том числе стараниями жены русского дипломата, Дарья Христофоровна Ливин, на тот момент графиней, осуществила дипломатическую революцию. Австрия, которая в лице князя Миттерниха была кучером Европы и управляла политикой на континенте, вдруг ощутила себя, что её отодвигают. И фактически Александр I в конце своего царствования стал осуществлять политику переориентации России, в том числе на Британию. И вот в этот момент все и женские, и дипломатические, интеллектуальные, все способности Дарья Христофоровна Ливин оказались просто максимально востребованы. Она осуществляет эту дипломатическую революцию и фактически становится... Можно сказать, что она была первой леди Лондона? Ну, я думаю, что она была одной из первых леди Лондона. Она была, несомненно, одной из самых влиятельных фигур политической жизни Англии и Лондона того времени. И, наверное, наиболее ярко и показательно. Вот это будет заметно спустя уже вот несколько лет, как раз 34-й год, просто немножко забегу вперёд, скажу. Когда они уже покинут Лондон, и произойдёт падение котировки на лондонской бирже. То есть отъезд российского посольства, российского посла приведёт вот к такому... Паталисению на бирже. Да, да, потому что это было не просто воспринято как отъезд посла, а это могло восприниматься как изменение в русско-английских отношениях. И то, что вот вы такой интересный заход сделали относительно современных реалий, вот ничего, да, не хочу говорить о современности, кто на что влияет и кто кого назначает, но то, что Дарью Христофоровну Ливин обвиняли в причастности на назначении, на смену кабинетов, и то, что она, несомненно, оказывала влияние косвенное, закулисное, осторожное, ну, как это умеют женщины, и особенно, как это умеют женщины-дипломаты, вот это вот несомненно. Я прошу прощения, в прошлой серии мы говорили о том, что Александр I лично с ней встречался, и они не просто, он давал ей инструкции, а фактически российский самодержец советовался с графиней Ливин, с прелестной молодой женщиной, как выстраивать политику в отношении Британии, на кого делать ставку, как развивать отношения. Это колоссальная ответственность. Да, и более того, он не просто с ней разговаривал, он с ней действительно в 25-м году летом имел несколько продолжительных разговоров, и как писала сама Дарья Христофоровна, ну, конечно, она себя хотела, прежде всего, подать в нужном свете, но написала, что Александр, который обычно любил сам разговаривать, он её слушал на протяжении долгого времени, и её мнение для него было очень важным. И опять-таки, мне кажется, мы уже в прошлый раз говорили, что в разговоре с её братом Александром Бенкендорфом он сказал, что я вот знал вашу сестру молодой девушкой, а сейчас я её нашёл зрелым политиком, государственным деятелем, и поэтому именно она была вызвана, и именно она во многом стояла у истока вот этой дипломатической революции, и Каннинг действительно оказался тем политиком, на которого правильно делали ставку. Другое дело, что вот это вот совместное англо-франко-русские действия против Турции, они станут последним таким важным делом Джорджа Каннинга, который простынет и на похоронах брата, и скоропостижно уйдёт из жизни. И Ильин как раз будет, который, мы говорили до этого, был ярым противником Каннинга, и говорила, что он якобинец и революционер, она будет очень сожалеть об этой смерти и говорить, что это большая потеря не только для неё лично, но и потеря для России, потому что как раз политика Каннинга и политика российского правительства, она в это время как-то была созвучна, цели совпадали. А вот потом, простите, после как раз войны русско-турецкой 1928-1929 года, ситуация несколько изменится, и Веллингтон станет главой кабинета, и отношение к нему, к знаменитому железному герцогу, именем которого Ливин назвала своего ребёнка, и который был крёстным, вот как раз Артура и её сына, изменится. Один ключевой момент. Мы говорим, лето 1825 года. Фактически через полгода в результате смерти умирает Александр I благословенный, и начинается великая эпоха Николая I, который, ну, по сути дела, фигура этого императора до сих пор у нас, возможно, из-за традиционного, вот я был маленький, в школе нас учили правоостание декабристов, душитель свобод, Николай Палкин. Мы до сих пор, наше общество, не понимает масштаба и свершений, которые сделаны в эпоху Николая I, и фактически годы начала царствования Николая I, это ведь, я так понимаю, период максимального влияния России именно в мире, в том мире, в цивилизованном мире, в Европе, максимального влияния. Это именно какой-то вот локальный, это наследие Александра I, локальный эпизод или вся эпоха Николая I становится? Ну, тут трудно говорить о локальном эпизоде с учётом того, что царствование Николая длилось целых 30 лет, да, с 25 по 55 годы. То есть это действительно целая эпоха Николая I. Другое дело, что действительно Николаю I досталось от и современников, в том числе от вот и декабристов, и последователей их там, и Герцен, и прочие, то есть ему создали такой чёрный пиар. Понятно, советские историки, они не могли позитивно воспринимать достижения царского режима и императора Николая I, но вот как раз современные историки, они начинают пересмотр деятельности правления вот этого государя, потому что действительно, ну, часто бывает, что судят по последнему, Крымская война, она во многом, конечно, подмочила репутацию и создала вот такой вот имидж, не совсем лицеприятный Николая, но даже и Крымская война сейчас пересматривается, и итоги её. А Николай I, мне кажется, есть такая точка зрения, его называют консерватор с прогрессом, прогрессивный консерватор, человек, который вовсе не был противником реформы, при нём же сколько проектов, там, 10 комитетов работали над отменой крепостного права, то есть он всё прекрасно понимал, другое дело, что как человек осторожный или как человек, который действительно склонный к традициям, он стремился действовать максимально осторожно. Кроме того, у него же были такие рыцарские представления, и не случайно это не только Николай Палкин, или там человек с оловянными глазами, душитель до революции, жандарм Европы. Это человек, который имел вот действительно такие рыцарские представления, это человек чести в политике. В этом была, может быть, его ошибка, потому что политику трудно делать в белых перчатках, и, кстати, вот конец его жизни, это драма, это катастрофа, это как раз вот следствие во многом того, что он действовал рыцарски и ожидал, что и другие будут действовать так же. А вот то, что вы сказали о внешней политике, очень важно, действительно, Николай I считал то, что делал Александр, его брат, очень важным. И он вообще воспринимал вот те идеи, которые имел Александр относительно Европы, его политическим завещанием. И он продолжит вот эту политику, ну, разве что в польском вопросе. Вот здесь были разногласия между Александром и Николаем. Вот это очень принципиальный момент, потому что традиционно мы все заложники средств массовой информации и вот такой массовой культуры. Когда нам изображают Александра I благословенного, ну, таким достаточно безвольным государем, или когда нам, говорят, создан образ Николая I душителя, там, Палкина, как угодно, мы не понимаем, насколько эти два государя выстроили политику в отношении Европы с точки зрения, они реализовали это максимальное могущество. Вернёмся сейчас. Конечно. Поэтому и страхи, и опасения. Вот как в современной России, как только Россия усиливает свои позиции, так только возникают эти страхи. Поэтому тогда начинают Россию вновь воспринимать как гумнов, Николай, это Атилы, это вот варвары, которые готовы починить Европу. Вторая волна в русофобии, которая первая волна была связана с суворовскими войнами и суворовскими походами, где Суворова и эпоху Екатерины II изображали просто каким-то зверем и людоедом, который пожирает детей. А здесь вторая волна после наполеоновских войн. Мы видим, как Александр I реализовал величие России, а дальше мы видим фактически начало эпохи Николая I. Вернёмся к нашей героине, к Дарье Христофоровне Ливин. И, кстати, она будет обласкана и новым государем Николаем. Вот сейчас это как раз момент. Вот этот период, когда делается ставка, у нас начало, фактически начало царствования Николая I, он продолжает дипломатию Александра I. И дальше получается, что вот эта политика в отношении Британии, мы сейчас говорим о британском направлении и передаём привет, я лично передаю привет будущему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, российский радиоуниверситет, уверен в его назначении. Скажите, как, какими технологиями, какими способами, какими личными качествами русское посольство реализовывало влияние на самых высших, на всю элиту Британии, вот как это можно было сделать весьма ограниченными средствами, как посол Ливин и его жена это всё осуществляли, как это можно было сделать, за счёт чего? Ну, средства я бы не сказала, что были весьма ограниченные, причём и в прямом смысле этого слова, потому что наше государство тогда как раз денег на Англию не жалело, и на послов английских, наших послов, которые находились в Англии, тоже деньги выдавались отменно. И это как раз очень потом можно сравнить на примере французском, после как раз июльской революции 30-х года, о которой мы поговорим, и сложных отношений между Россией и Францией, вот там вот как раз наши послы были существенно урезаны в деньгах, и поэтому русское посольство в Париже, оно не будет таким вот центром притяжения всеобщего. Наше посольство в Лондоне таковым как раз являлось. И Дарья Христофоровна, именно она была этим центром, причем это не только посольство, а это еще и салоны. Вот не случайно же ее называют такой последней вот великой хозяйкой вот этих салонов, потому что тогда, XIX век, это как раз, наверное, расцвет салона и культуры, а салон и политика, свет и политика, это вещи взаимосвязанные, одно без другого немыслимо. И вот как раз Дарья Христофоровна, она была хозяйкой и, собственно, своего салона посольского, и кроме того, что важно, ведь тогда это время клубов, знаменитые лондонские клубы, Уай, Тватье, закрытые, аристократичные, куда невозможно попасть, вот с очень сложной системой членства, то есть такая традиция английская, хотя потом будут появляться и такие более открытые клубы. Клейбуржуазные. Ну, был один такой клуб, его называли «Седьмое небо вот этого светского мира». Это клуб «Алмакс», аристократический. Если прежние клубы, вот в целом, это мужские клубы, и это клубы для джентльменов, то клуб «Алмакс», он был открыт, не просто открыт для женщин, он и возглавлялся женщинами. Там был такой совет из десяти дам патронесс, и поэтому его даже сравнивали с Венецианским советом десяти. И вот как раз дама патронессы это элита английского общества, в том числе леди Джерси, мы о ней уже говорили, это красавица, это бывшая возлюбленная принца-регента Георга. И вот Дарья Христофоровна Ливин будет первой иностранкой, дамой патронессы этого клуба. Второй иностранкой станет княгиня Эстергази, это австрийская посланница, супруга графа Эстергази. Между ними одно время будет какой-то такой период соперничества, потому что Дарья Христофоровна как-то будет так несколько побаиваться, может быть, ну или не побаиваться, но опасаться конкуренции. Потом окажется, что графиня Эстергази ей в этом плане вовсе не конкурент. И вот как раз это действительно седьмое небо вот этого звездного светского мира. Попасть туда было очень трудно, хотя членство было недорогим, но очень трудно было просто оказаться. Потому что, допустим, каждый член этого клуба имел только один билетик и мог привезти с собой только одного гостя. При этом этот гость, он обсуждался коллегиально, возможно ли его допустить вот на это мероприятие. Ну, это прежде всего балы, которые устраивали, притом нечасто. Но какая особенность? Нарочитая скромность. То есть, да, мы патронессы этого клуба, а это, по сути, этот клуб, это путевка в жизнь для английского политического истеблишмента. Если в этом клубе завсегдатаями являются лорды, герцоги, то есть высший свет британского дворянства, то есть аристократии, самые высшие члены королевской семьи, вот в нашем понимании современном русский дом это ведра черной икры, это шампанское рекой, а как там проходили вот эти встречи? Да, там, знаете, совсем было без цыгана, без медведей, хотя медведи, это тоже пошло из Англии, вот ярмарочный медведь с 15-16 века, почему еще русские, просто русские медведи были самые внушительные, самые интересные, наверное, но тут было нарочито скромно, для того, чтобы... А русские салоны, да, всегда отличались именно этим, и, допустим, наши соотечественники, которые будут в Англии, во Франции бывать, они будут поражаться вот скромность этих салонов, потому что на Западе, во Франции и в Англии салон, это прежде всего беседа, это искусство салона и беседы, ну, хотя для англичан это особая история, это отдельная тема, ведь в Англии появляются салоны, где джентльмены встречались не для того, чтобы выкурить трубку, или почитать газеты, или обсудить что-то, или поиграть в карты, это одно из важных занятий, а просто помолчать, то есть люди могли собраться и просто молчать, потому что это такая английская ведь традиция коллективизма, то есть молчание, оно тоже должно быть в коллективе. Аль Макс, высший салон Лондона, в нём ведь явно не молчали. Не молчали, а как раз и танцевали, и много говорили о политике, ужинали, но ужины были нарочито скромные, то есть это какой-то лимонад, это скромные бисквитики, это тоненькие ломтики чёрного хлеба с маслицем и чай, причём не самого высшего качества. Но это было место, куда все стремились попасть, потому что, если ты оказался в этом клубе, то, значит, ты входишь в состав вот этой элиты. И Дарья Христофоровна, она действительно была одной из... И потом, кстати, забегу вперёд, когда уже в 1934 году они, супруги Ливин, покинут Лондон, вот эти вот дамы-патронессы, они скинутся и приобретут для Дарьи Христофоровны браслет, где будет вот выгравировано её имя, и она будет с ним потом неразлучна. То есть для неё это было очень дорого. И вот характерная деталь насчёт того, что там очень свято соблюдались правила, традиции. Допуск клуб запрещался после 23.00, когда начинался ужин, и как-то, может быть, мы уже об этом упоминали, леди Джерси отказала герцогу Веллингтону. Это герои вообще-то... Ватерло. Ну, какой-то герцог стоит там, стучится возле двери. Потому что герцог пришёл на 7 минут позже. И леди Джерси сказала, что вот для меня будет особой честью отказать герцогу Веллингтону. 23.00 и не минутой позже. О, женщины! Чашка чая, чёрного чая и кусочек чёрного хлеба. И герцог Веллингтон, герой Ватерлоу, спускается с крыльца ни с чем. Так вершилась британская и мировая политика. Мы возвращаемся. Дарья Христофоровна Ливин, ведь она ведь не просто там чай гоняла, а осуществляла политику Николая I. Чего добилась русская дипломатия? Фактически, вы мне уже объяснили, что дипломатия и разведка это в то время было одно и то же. Чего добилась внешняя политика и стратегическая разведка Российской империи в тот момент? Каннинг, который, по сути дела, ведущий дипломат Британии, он приводит к тому, что между Россией и Британией и Францией заключается трехстороннее соглашение, фактически пакт, который определяет будущее Европы и влияет напрямую на Османскую империю, ни более, ни менее. Тут очень верно, потому что тут, знаете, такой сложный узел противоречий завязывается, и дружба, но опять-таки и сердечные согласия, и пентархия, а с другой стороны дружба против кого-то, потому что, да, Россия, Франция и Великобритания заключают вот эту конвенцию в Петербурге, когда Веллингтон оказался, по сути, втянут в эту игру, и Россия перетянула, не просто даже перетянула на свою сторону Англию, но Англия же, она предпочитала действовать часто чужими руками, а здесь она сама оказалась вовлечена вот в этот треугольник. Но потом, да, Наваринская битва, совместные действия, но русско-турецкая война 28-29 годов, усиление позиций России и тут же рост противоречий между Россией и Великобританией, потому что ведь все хотели укрепиться на территории Османской империи, и все боялись взаимного укрепления другой державы. И отсюда как раз вот эта вот сложнейшая трехсторонняя часто дипломатическая игра. И поэтому герцог Веллингтон, который станет как раз вот в 28-м году главой кабинета, он был персоной для нас не очень удобной, потому что он был известен своими симпатиями как раз к Османской империи, к Австрии, и нам с ним будет весьма сложно договариваться. И для Дарьи Христофоровны политика вот того или иного деятеля, она была доминирующей. И несмотря на то, что да, он был ее по сути друг, он был крестным ее сына, но вот то, что он занимает такую проавстрийскую политику, ее это, конечно, очень беспокоило. И поэтому она делала все для того, чтобы попытаться как-то нейтрализовать его действия. И не случайно граф Астергази, это посол Австрийской империи в Англии, вот он сам будет писать, что политика княгини Ливен в Лондоне была очень полезна для России, и она была очень выгодна российским интересом. И потом уже даже, когда в Англии спустя вот некоторое время будет сформирован другой кабинет, и к власти придет лорд Грей, я думаю, мы о нем тоже поговорим, ведь будут упрекать в том, что именно Ливен содействовала падению кабинета Веллингтона. Хотя, конечно, она всегда говорила, что я только наблюдатель, и я только смотрю, и мое, как она говорила, мое кредо это вот смотреть, наблюдать, но ни во что не вмешиваться. Но, с другой стороны, из переписки с братом, Александром Бенкендорфом, которая, как мы помним, велась в том числе и по каналу Наслероды, то есть он был получателем этой корреспонденции. Дипломатическая почта, да? Да. Он был получателем этих писем. Вот в одном из писем она более откровенно признавалась о том, что она была не прочь свернуть Веллингтону шею. То есть вот так писала. Конечно, от таких заявлений до действий может быть большое расстояние, но то, что она действительно могла вот рассчитывать ходы, планировать, это вполне. А уж это она делать умела, потому что у нее был... Ведь дипломатия это что такое прежде всего? Это умение просчитывать ходы, умение действовать на опережение, понимать действия твоего партнера или противника. И вот это у нее как раз было. У нее была эта проницательность. И поэтому ее часто обвиняли в том, что она шпионка, интриганка, а она просто была очень умным человеком. Не хочу говорить женщиной, потому что я говорю сейчас не о том, женщина она или мужчина, она просто обладала вот этим вот очень острым умом и чутьем интуицией, что в дипломатии очень важно. И я думаю, об интуиции мы еще поговорим, вот приближаясь к 30-му году. Фантастика в вашей книге меня потрясла та характеристика, которую княгиня Левин, она Николаем Первым фактически по результатам своей деятельности в исполнении завещания Александра Первого она обласкана ее мужу, они становятся князьями, то есть княгиня Левина. Да, в 1926 году как раз Христофор Андреевич был приглашен вот на церемонию коронации и там как раз вот Шарлотта Карловна, его мать, она была произведена в святейшей княгине вот совсем воспитательной великих князей. Нисходящим потомством и, соответственно, и Дарья Христофоровна, и ее муж получили титул светлости и в 1928 году после смерти Шарлотты Карловны, вот матери, ее мужа, и, кстати, при дворце был объявлен траур трехдневный, она станет и фрейлиной. Так вот, я хотел как раз сказать, что княгиня Левин в этот момент она дает какой-то совершенно современный, абсолютно современную характеристику партийной системы в Лондоне. То есть она не просто, как я сказал, чаи гоняет и приглашает такая, знаете, то, что сейчас иногда называют светской львицей, на самом деле все строго наоборот. Она анализирует английскую партийную систему, где она говорит, что смешно сказать, что в Англии, это ее слова, цитата из вашей книги, смешно сказать, что в Англии действуют политические деятели. Это неправда. Здесь есть только люди, желающие сохранить свои места и другие люди, желающие занять их. В сущности здесь только и существуют эти партии. И она говорила, эти партии приноравливают свои принципы к обстоятельствам, и поэтому нет никакого повода бояться слова радикал. Точно так же, как нет причины гордиться названием крайнего Торы. Физиономия человека, пишет она, определяется занимаемым им местом, а не сущностью дела. В настоящее время мы склоняемся в пользу вигов, а немного погодя, мы и совсем будем вигами. То есть вот эта, так скажем, характеристика беспринципности политики двухпартийной системы, она показывает. То есть она не просто вращается в сфере аристократии, она еще оценивает взаимоотношения всего эстеблишмента, элиты в целом. И, по сути дела, это является ли вот ее взгляды совпадают, ведь то, что вы говорите, с рыцарством Александра Первого, с рыцарством Николая Первого. То есть это совсем другой уровень отношений. Абсолютно, потому что тут вот на самом деле есть политика принципов, то, что и проповедовал прежде всего Николай. Вот он, как человек принципов, человек чести, он должен следовать вот той идее, которую он считает вот правильной, нужной и верной. Есть политика интересов, так называемая реальная политика, когда в политике руководствуются прежде всего какими-то конкретными интересами, которые стоят перед страной на вот текущий момент. И поэтому можно... Это как еще со времен Макиавелли. Он же об этом говорил, что политик может пренебрегать своим словом, если оно не соответствует вот в данный момент интересам государства. Николаю трудно было порой, хотя он тоже не был таким вот абсолютно упертым каким-то идеалистом. Мы увидим потом, что он тоже умел перестраиваться и очень тоже хорошо... И был способен к интеллигии, был способен к маневрам, к ходам. Это совершенно верно. Но вот то, что вы прочли отрывок и слова княгини Ливин о двухпартийной системе, это очень верно еще и почему. Потому что ведь вообще двухпартийная модель это система вот такого равновесия, это система баланса, когда одна партия уравновешивает другую. И что самое важное, разногласия между партиями, они не носят принципиального характера. Цель какая-то главная не подвергается сомнению. Предлагаются только пути более-менее различные достижения этой цели. И в этом как раз преимущество двухпартийной модели. Потому что партия, которая находится в оппозиции, она наблюдает внимательно за тем, чтобы правящая партия действовала строго в соответствии законами, конституционными нормами. И поэтому в дальнейшем противоречия и разногласия между Вигами и Тори, консерваторами и либералами, они будут сглаживаться. И как раз вот этот самый момент, на который приходится ее пребывание в Лондоне, он очень важен и в том плане, что и Тори, и Виги, они будут либералы и консерваторы, как раз сами названия формируются именно тогда, они будут в принципе и те, и другие выступать за постепенное эволюционное реформирование английского общества. И поэтому на самом деле, как партия и называется, это абсолютно не принципиально. Она сама была тоже сначала противницей Каннинга и говорила, что он якобинец и радикал, но потом, когда она увидела, что это человек здравомыслящий, это человек трезвый, это человек, который проводит политику сообразную с интересами не только Британии, но и в принципе с интересами России, ее отношение к нему тоже изменилось. Ну и герцог Веллингтон тоже самое. Фантастика. Получается, фактически 190 лет спустя, когда мы сейчас живем и наблюдаем ярусную схватку, что в британском эстеблишменте, в элите по поводу Брекзита, что мы видим схватку между демократами и консерваторами в Соединенных Штатах Америки, республиканцами, простите, и мы видим фактически тот же баланс сил, единая элита, и они просто осуществляют политику, ну просто смотрят какими путями одну и ту же политику. Это не значит, что политика изменится, особенно в отношении России. Как правило, разногласия проявляются в момент выборов. Допустим, те же американцы, партия осла, партия слона, это же по сути близнецы братья. Но тут еще важно даже, что Ливин оказывает влияние не только на формирование британских собственно кабинетов, тут же еще важны вот эти все международные отношения и Франции тогдашние, в которой тоже там очень серьезные вещи происходят, и страна по сути на пороге революции, и Ливин, она предвидит это. Мы сейчас об этом обязательно поговорим. Один вопрос, когда фактически у нас происходит внезапная, неожиданная смерть Каннинга, на которой была сделана вся ставка, потеря. Георг IV, британский король, поручает герцогу Веллингтону делать правительство. И яростно против Веллингтона хочет ему свернуть шею княгине Ливин. И тут происходит, ну, фактически она одновременно, ведь Веллингтон осуществляет политику в отношении Франции, Австрия, Франция и Британия хочет назначить во Францию фактически другого премьер-министра. По сути дела закладывается британская игра во Франции. Во всем континенте как бы взводятся вот эти спусковые крючки, которые взорвут весь континент. Никогда, нигде я в учебниках школьных институтских историй не читал о причинах свершившейся революции 1830 года. Мы сейчас в Российском радиоуниверситете вот только начинаем говорить, что же такого произошло в отношениях Австрии, России и Британии, какие цели поставила Британия то, что привело потом, по сути дела, к вспышке во Франции. Как это случилось? Что такое наделал Веллингтон? Не то, чтобы он наделал, но вы правы, что это очень такая сложная международная игра, и Россия и Великобритания, они не только являются конкурентами на Востоке, в Османской империи, но они стремятся усилить свои позиции и в России, и поэтому во Франции, ой, я имела в виду в Европе, да, в Европе, и во Франции в том числе, то есть это всегда с одной стороны пентархия, а с другой стороны это дружба против кого-то. И Великобритания, она действительно заинтересована усилить контакты и связи с Францией, и англичанам выгоднее, чтобы главой французского кабинета был не либеральный Мартиньяк, который поддерживал, кстати, дружественные отношения с Россией, а князь Жюль де Пулиньяк, политик более консервативного тона, который как раз был англичанам хорошо известен, он в 28-м году был послом Франции в Великобритании, а тогда для французов и для русских пост именно дипломатический в Англии это один из важнейших постов, потому что, понятно, Англия это тогда ведущая держава, и вот как раз Веллингтон начинает интриговать и продвигать фигуру Жюли де Пулиньяка. Он фактически хочет переориентировать Францию из-под влияния России и утвердить влияние Британии. Да, но не то, чтобы Франция была под влиянием России, просто это опять-таки вот эта вот сложная такая игра между державами, кто кого переиграет. Венская система, по сути дела. Танцующие, да, вот этот вот конгресс, только теперь уже они танцуют и дальше, да, или друг против друга, там, потому что эти комбинации сил, они всегда менялись. И вот надо отдать должное нашей героине Дарье Христофоровне Ливин, которая как раз крайне негативно отзывалась о князе Полиньяке, потому что она видела, что это ультраконсервативный политик, он и будет представлять именно вот эту ультрагруппировку. И она, когда все-таки король, Карл X во Франции тогда уже у власти, брат казненного короля Людовика XVI, сначала был Людовик XVIII, а потом его брат Карл X, бывший герцог Дартуа. Вот когда Карл X назначит Полиньяка главой кабинета, Дарья Христофоровна будет писать, что вот это назначение, это прелюдия просто катастрофе, потому что Полиньяк, он твердо ведет Францию в пропасть. Это российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор исторических наук Наталья Петровна Танчина. Мы говорим о тех причинах, которые привели к революционному взрыву во Франции. Это российский радиоуниверситет в студии Дмитрий Кононыхин, наш гость, доктор исторических наук Наталья Петровна Таньшина. Мы сейчас говорим о периоде максимального могущества российской дипломатии, российской разведки. Это начало царствования Николая I. И мы говорим о нашей героине, княгине Дарье Христофоровне Ливен, тайной королеве европейской дипломатии. И фактически только что мы говорили о том, что Дарья Христофоровна Ливен в действиях нового кабинета Франции под руководством князя Полиньяка предрекла, увидела будущую революцию 1830 года, которая прокатилась по всей Европе, а загорелась Европа. Но об этом я не помню в учебнике, в школьном учебнике о причинах революции. Это как-то так проскакивается. Но то, что русская дипломатия, русская разведка, Николай I прекрасно понимали причины вот этого революционного взрыва нигде не говорится. Я не помню об этом. Или это не говорится, или специалисты в курсе, а общественность не понимает. Совершенно верно, Дмитрий. Специалисты в курсе. Другое дело, что ведь, знаете как, есть периоды модные для изучения, а есть не модные. Есть эпохи, которые все хотят изучать, а есть эпохи, которые почему-то, как и личности, выпадают из сферы внимания историков. Вот, допустим, тот период, который во Франции случится и будет существовать после вот этой революции 30-го года, июльской революции, он как раз будет таким малоинтересным и мало привлекательным для историков, потому что во Франции много чего изучать. Там одни революции, одни войны, революция конца 18-го века, наполеоновские войны, потом уже Вторая империя. То есть французов интересовало вот это. А вот этот период относительно стабильного, мирного, конституционного развития, но опять-таки период, когда были заложены основы современной Франции, вот он изучается мало. И здесь как раз очень интересная аналогия проводится между правлением Николая Первого в России и правлением короля Луи Филиппа Орлянского, который как раз в ходе революции 30-го года вступит на престол. То есть и там, и там это два важнейших периода, которые традиционно недооценивались историками, выпадали из их поля зрения или оценивались крайне негативно, но на самом деле именно вот в те годы закладывались основы дальнейшего развития величия и России, и Франции. А что касается причин революции, то это как раз вот это самое ультраконсервативное правительство Жюля де Полиньяка, причем вот письма как раз Ливин, они подтверждают причастность герцога Веллингтона к назначению Полиньяка на пост главы кабинета. И что еще важно, российский император Николай Первый, который, как мы понимаем, тоже отнюдь не был либералом, это человек очень такой традиционный, консервативный, в хорошем смысле этого слова, но и он, тоже опираясь и на донесения Ливин, писал своему венценосному брату Карлу X, что политика князя Полиньяка ведет Францию к революционной катастрофе. И Ливин тоже самое писала, что революционные волнения не замедлят явиться следствием такого назначения. И ее слова, они во многом окажутся пророческими. Не потому, что она просто там, как Ванга, даром предсказания обладала, она просто понимала и рассчитывала ходы и видела ситуацию изнутри. И на самом деле Карл X, который, как Ливин пишет, какую-то страсть имел к Полиньяку и как будто не видел, вот что происходит вокруг, он публикует ордонансы знаменитые, которые нарушали действия Конституции, он распускает парламент, палату, назначаются новые выборы. И, соответственно, вот именно эта антиконституционная политика короля Карла X и нарушение им конституционной хартии, это и спровоцировало во Франции революцию. То есть, она очень интересна чем? Ее никто не готовил. Она не была вот плодом чьих-то закулисных действий. То есть, сама власть спровоцировала вот этот бунт, протест, ну или, как французы называют, три славных дня 27, 28, 29 июля, когда в стране произойдет революция. И Дарья Христофоровна Ливин, которая, понятно, тоже не была никакой революционеркой, она оправдывала действия французов и говорила, что эта революция явилась реакцией на нарушение королем Конституции, хартии. И писала, что французы, они уже далеко не те, которыми там были когда-то, а они уже вот четко начинают бороться за отстаивание своих прав. Фактически, получается, стоит дать консерваторам, которые называются патриотами, убежденными такими политиками, дать власть по закручиванию гаек, как они срывают резьбу и народ восстает. Но в этот момент, фактически, накануне французской революции 1830 года происходит в том числе и смена не только только что недавно сменилась эпоха Александра I, она сменилась эпохой Николая I, а здесь у нас умирает король Георг IV, у нас меняется, фактически меняется в Британии тоже меняется политический ландшафт. И в центре этого британского шторма Дарья Христофоровна Ливин, русская дипломатка, она там, она просто видит все эти нити хитросплетения, интриги внутри британской элиты, она их видит и держит в своих руках. Действительно, в Англии в это время тоже происходит смена власти, потому что буквально за месяц до революции во Франции 26 июня 1830 года умирает король Георг IV, вот тот самый король, в опочивальне которого был эскиз Дарья Христофоровна, исполненный знаменитым британским художником Томасом Лоуренсом. И Дарья Христофоровна, она предвидела смерть короля, ну, в виде его состояния, тем более, это все видели, в его состоянии физическом стали проявляться какие-то странности, ну, возможно, сказывалась вот эта вот дурная наследственность, он под конец жизни ослеп, передвигался уже в инвалидном кресле, но Дарья Христофоровна, она отсутствовала в момент смерти короля, дело в том, что она в этот момент была в Варшаве, где был император Николай Первый, который присутствовал на открытии варшавского польского сейма, и вот как раз князь Ливин и Дарья Христофоровна, они были приглашены государем, и они встречались с ним, и как раз там она будет с восторгом писать о том, как они были обласканы государем, и как она танцевала всю ночь на придворном балу, а потом присутствовала на открытии сейма в качестве статсдамы, императрицы, хотя вообще-то она балы особо не любила, её как раз тоже будет всегда поражать, вот когда она будет уже после 1934 года в царском селе, в Петербурге, что вот эти бесконечные балы, праздники, развлечения, по четыре раза в день сменять костюмы, ей было другое интересно, ей была интересна вот сама политика как таковая, а не вот этот вот светский блеск, внешний блеск и мишура. И она, кстати говоря, несмотря на то, что не испытывала никакой особой такой симпатии, наверное, Георгу, хотя она всегда была при нём, она долгие годы его знала, и она как раз вернулась из Варшавы в Англию, когда уже король ушёл из жизни, когда уже на престол вступит его брат, герцог Ларинский, который станет королём Вильгельмом IV, вот она с горючью вот так вот искренне сожалела о смерти короля, как о своём добром друге, но она была шокирована тем, насколько быстро англичане забыли своего монарха, и уже вот через несколько дней после его смерти, ну или, по крайней мере, через несколько недель, они уже спокойно жили при новом короле Вильгельме IV. Ну, Вильгельм IV, тот самый, я так понимаю, герцог Ларинский, который такой моряк, хей, красотка, который ухлёстывал за Екатериной Павловной и предлагал жениться на сестре Александра Павловича, благословенного императора, всероссийского самодержца, он становится королём, который вроде бы, ну, как положено, британскому королю переставляет горшки на своей политической кухне, но в этот момент на этой кухне оказывается Дарья Христофоровна Ливин, который со своей стороны начинает переставлять горшки в самом центре британской элиты. Просто как это можно сделать? Дмитрий, вы очень хорошо заметили про горшки, не знаю, вот в курсе вы или нет, но Дарья Христофоровна как раз отметила вот именно эту деталь, что этот новый король, ему на тот момент уже 65 лет, одрехлевший, с красным носом, с такой расплывшейся фигурой, то есть такие следы бурно прожитой жизни, вот он становится королём, и он начинает именно с переставления, ну, буквально, горшков, потому что, как пишет Ливин, его охватила какая-то, ему настолько вот захотелось и понравилось, что он король, наконец-таки в 65 лет он стал королём, что он принялся бурно всё менять, менять, ну, точнее, что он принялся менять? Поваров. Вот в день смерти своего брата он первым делом изменил кухню, он назначил новых поваров, и, кстати, у него будет с кухней особое отношение, он будет сам всегда выбирать меню, составлять меню для вот своей семьи, для своих детей, но, как пишет Ливин, главное-то, что ему надо было сделать, это поменять министерство, политиков, министров, а не кухню, хотя смена министерства всё-таки произойдёт, и в октябре 30-го года, это уже как раз после революции 30-го года во Франции, но мы об этом поговорим ещё, я думаю, в Англии произошла смена кабинета, и вместо герцога Веллингтона премьер-министром государства станет Чарльз Грей, лорд Грей, инициатор великой парламентской реформы 32-го года и давний друг Дарья Христофоровна. Давний друг, ну, позвольте, вы говорили, что это тот лорд в честь которого назван чай, который мы пьём, но это тот самый, который просто был по уши влюблён в Дарью Христофоровну Ливию. Ну, не знаю, насколько по уши называли его святым ухажёром. Между ними завязались действительно вот отношения сначала светские, а потом и дружеские. Он каждый день ей писал, каждый день наносил ей визит. Эта переписка будет длиться много лет, и в 1880 году в четырёх томах она будет опубликована, и Чарльз Грей действительно ей очень симпатизировал, и она ему, то есть у них были действительно и дружеские, и коллегиальные такие партнёрские отношения настолько, что Дарья Христофоровна редактировала тронные речи, которые Георг составлял для короля Вильгельма. Ну, потому что по традиции король выступает с тронной речью перед парламентом, и понятно, у него есть помощники, которые тронную речь ему подготавливают. Чарльз Грей пишет или редактирует тронную речь, а Дарья Христофоровна, в свою очередь, то же самое занимается уже после Грея правкой и корректурой, и это, наверное, был такой единственный случай в истории, когда подданная другого государства, она занимается вот таким вот важным делом. Это не просто подданная, а фактически уважаемая радиослушатель. В русском посольстве жена русского посла, фактически стратегическая разведчица, правит речи британскому королю. Наталья Петровна, горит Европа, революция шагает по Европе. Дарья Христофоровна Ливин наша вот красавица, умница, разведчица, дипломат, она фактически остается во главе русского посольства в Лондоне. Да, совершенно верно. То есть вот в этот сложнейший момент так получилось, что князь Христофор Андреевич Ливин был отозван в Россию, потому что он замещал канцлера Карла Васильевича Насальроды, который в это время был на водах. И Дарья Христофоровна руководила нашим посольством в Лондоне. И именно к ней стекались все нити в управлении. И именно она давала распоряжение Адаму Матушевичу, нашему тоже видному дипломату. По сути, она поручала ему корректировать, редактировать и выступать с различными письменными заявлениями. Но руководила всем она ему. То есть Матушевич сожалел и писал, что он на посылках у Дарья Христофоровны. Это Российский радиоуниверситет. У нас в гостях доктор исторических наук Наталья Петровна Таншина, Дмитрий Кононыхин. Мы говорим о периоде, когда русская дипломатия меняла министров в британском правительстве. Мы говорим о периоде максимального могущества эпохи Николая Первого. Учите историю. Все само наилучшее. До свидания.